Но сегодня мы живем в этом зале, в этот вечер в Москве. Я в Грузии уже 4 месяца. Когда я был здесь 2 месяца, выпустил ролик о том, как я жалуюсь на Москву, что мне там не нравилось и что я здесь приобрел, собственно. Можете перейти его и посмотреть. И вот теперь, когда прошло в 2 раза больше времени, я готов сказать, почему я прям соскучился и чего мне прям не хватает. И рассказывать это все я буду в удивительно красивых местах, чтобы людям в комментах было еще сложнее определиться, кого я все-таки ненавижу, Россию или Грузию. Здрасте, вы на канале Сеина. Вокруг меня пещеры в Уплесцихе. Кто здесь жил и какие миллионы лет назад, вы можете прочитать очень много различных версий, историй и сказаний в любом памятнике. Но, однако, к ролику. Первые 3 пункта в нем из разряда очевидного, но что нельзя не упомянуть. И самый первый пункт, это, конечно же, московский сервис. Да, здесь я тоже могу заказать доставку продуктов, и они приедут ко мне буквально за 20 минут, но при этом количество продуктов и количество всяких приколов, которые я могу найти, и именно чтобы их привезли мне тут же или в какое-то ближайшее время, и уровень вообще редкости этого, он несравним. Потому что, ну, очень много вообще принципов и плюсов Москвы, которые я выведу в этом ролике, они берутся от того, что там просто очень дохуя народу. А когда очень дохуя народу, у тебя получается, например, окупать очень локальные и небольшие бизнесы и продавать какую-то непонятную хуйню. Например, я буквально перед отъездом из Москвы угорел по хай-фай звуку, купил себе плееры-наушники, и вот здесь нет вообще ничего подобного. Да, есть какие-то магазины типа хай-фай акустики для дома, но именно такой же вот конкретно дрочки на тему портативного хай-фая здесь просто не появилось, потому что, ну, возможно, там типа от пяти до пятидесяти человек по всей Грузии этим увлекаются, и они там заказывают через ebay или с каких-то других сайтов. Ну, то есть способы есть, но, понимаете, в Москве это на уровне просто касания, и ты до этого достал. То же самое относится, в принципе, к тому, что я призываю вас, товарищи, очень сильно ценить, и про что у нас не особо говорится. В принципе, русский и СНГшный, то есть туда же входят и Украина, и Беларусь, сервис — это нечто невообразимое. То есть до такого уровня банковских приложений, медицинских приложений и всего остального, что оказывается у вас в смартфоне и доступно вам через пару кликов, нигде такого нет. Ребят, я купил здесь страховку. Это по сравнению с Москвой вообще просто даже не треть условий и возможностей, которые мне достаются. И это не потому, что здесь оно недостаточно развито, а потому что конкретно у нас вся эта вот сфера услуг — это другая планета. Хотя, справедливости ради, здесь также работает Яндекс, и такси, и доставка, и все остальное. И здесь я вообще задумался, вот напишите, как это у вас, в Москве на карте указано даже больше мест, чем на самом деле есть. Ты можешь найти там адреса каких-то интернет-магазинов, в которые нельзя зайти. Здесь же, даже в Тбилиси, огромное количество мест, которые, ну, типа рестиков, там, баров и всего остального, которые явно должны быть на карте, их там не указано. Ну, видимо, потому что этим просто никто не озаботился, и опять же, это небольшая трагедия. Однако в Москве у тебя помечено все, и ты можешь найти себе 500 вариантов кофейни, там, на квадратном сантиметре. И о специфике доставок и оказания сервиса там можно спорить, каждому свое. Но разница конкретно между Москвой и Тбилиси скорее описывается через то, что в Тбилиси ты можешь 24 на 7 заказать алкоголь, реально, с доставкой, и тебе привезут даже какое-то хорошее вино, ну, то есть именно абсолютно нормальный ассортимент в любое время дня и ночи, в течение 20 минут буквально. Но при этом в Тбилиси ты заказываешь из довольно популярного заведения ВОК, и там блюдо одно называется рис с курицей, а второе рис со свининой. И то есть вот такого в Москве представить сложно, чтобы, в принципе, в название блюда включались какие-то нормальные слова, не было ни одного слова, которое собирается тебя впечатлить, какой-нибудь соус гинь-кунь-сунь-кунь-кунь-кунь-кайн, который на самом деле там, блядь, томатная паста и соевый соус, но все равно меня же должно впечатлить название этого соуса. Вот здесь такого нет. Ну и можно находить еще много мелких отличий, типа здесь, например, нет вообще секс-шопов, потому что гораздо более консервативное население. Например, здесь еще кассы, в смысле банки, просто не поддерживают Android Pay. Некоторых спрашиваешь, а у вас есть Google Pay, в смысле для андроида? Они такие, что? Банковские сотрудники вообще не представляют, что это такое. И вот в такие частности можно вдаваться еще очень долго, но эти пункты очевидные, и поэтому можете написать еще один такой пример в комментариях. Давайте к следующему пункту. Ну и второй очевидный пункт – это московский транспорт. И здесь дело в том, что Москва в этом плане выдающаяся. Честно говоря, расширение московского метро – это шиза. Вот для тех, кто, может, не знает, вот так сейчас выглядит карта. Когда я в детстве учил метро, карта выглядела вот так. И чем дальше, тем удивительней и не в лучшем смысле. Вот, москвичи, опять же, напишите, какие у вас эмоции были. У меня каждый раз, когда в Яндексе карта метро обновляется, у тебя как будто что-то внутри умирает. Ты такой, блядь, еще одна ветка. Блядь, туда. И ты дальше думал, что это деревня какая-то была. А теперь туда уже метро провели. И именно с точки зрения развития города, опять же, в предыдущем ролике говорил, по-моему, это какая-то шизуха. Но московское метро абсолютно уникально. И более того, часть этой уникальности – оно в его выебистости. Я вам, как человек, который набил себе поезд московского метро, могу сказать, что это особенное удовольствие, когда к тебе приезжает именно тот поезд, в смысле, та его современная модель, которую ты хотел. Ну и, в принципе, московский понт. Это совершенно необязательное условие. Мне и в старые поезда в Грузии нормально заходить. Но когда ты заходишь в очень выебисто навороченный поезд со стеклянными дверями в пол, и при этом у тебя висит в другом метро реклама этого поезда, что смотрите, чуваки, мы запустили новый поезд, в этом что-то есть. Когда к тебе там на остановке приезжает электробус с охуенной вот этой вот дизайнерской фишкой, что просто на нем написано «это электробус», и написано, в чем его фишки, это классно. И то же самое касается общей логики транспортной системы. У тебя там охуенные транспортные карты, которые ты пополняешь через телефон, есть и социалки, и несоциалки. Ну, в смысле, здесь то же самое есть, но работает это менее круто и менее продвинуто. Про треканье автобусов прям в реальном времени, при том и автобусов, и более мелких автобусов. Это все, это московская фича. И при этом в этом плане Москва уникальна, потому что вот сторонники абсолютно всего частного, а я повторяюсь, я не левак, но вот касательно транспортной системы, когда этим занимаются именно на государственном уровне, и это все подведено в одну структуру, это охуительно. Ну и то же самое, естественно, касается исторической роли того же метро, и ни в одной другой стране мира так не выебывались при создании метро, как выебывались советские лидеры. То есть то, что сейчас достраивают, по сути, нынешняя выебистость станции московского метро, она призвана просто не смотреться совсем мелко на фоне советской выебистости, потому что там как перестроили ту же Савеловскую, а там, если что, видно вот эти вот чугунные перекрытия. Дизайн охеренный, но по сути именно такого шика, как делали Савки, такого нету. Ну и с другой стороны, слава богу. Но не идут в сравнение даже какие-нибудь крутые фишки. Там в Германии я был на станции метро, вход на которую выглядит как поезд, который как будто вошел в землю. Крутая фича, но все равно не тот уровень выебистости. И вот то, чего я прямо от себя не ожидал, всегда жаловался на то, что мне не нравится проводить полтора часа в дороге в одну сторону. Это, по-моему, too much. Когда у тебя там, ну, четверть от твоего дня, и условно треть от твоего бодрствования, да, потому что у тебя же оно еще и силы отнимает, а ты проводишь в дороге, по-моему, это вот какая-то часть уровня жизни, которая мне важна. Но оказалось, что я под это подстроился, и серьезная часть музыки, которую я слушал в течение дня, а особенно новой музыки, я слушал таким образом. И знаете что? В Грузии я слушаю музыку гораздо меньше. То есть, если бы стримы, это бы вообще сводилось там, ну, к паре часов в день, и то далеко не каждый день. Потому что в Москве бешеное количество потребляемого музла, да и в том числе, кстати, аудиокниг, было обусловлено тем, что я постоянно куда-то долго херачил. И, кстати, но... Сука ты уебище ебаная, блядь, мерзкая нахуй. И, кстати, новость для сычей. И если вы тоже думали, что вам нужно будет ехать куда-то не полтора часа, а полчаса, вы будете чаще выходить из дома, нет. Вытаскивайте себя из дома просто так. Это не относится ко всем, но советую многим задуматься, что, возможно, вы не интроверт, а лох. И это совершенно другой разговор. Московский бит. И последнее из очевидных, это то, что все есть. И при этом, когда я говорю все, можно подумать, что я имею в виду какую-то технику или какие-то продукты, в общем, знаете, которые обычно надо искать, но дело не в них, дело именно во всяких мелких штуках. То есть, например, оказалось, здесь сложно найти яичную лапшу. И я не буду приводить вот еще кучу мелких примеров, но привыкая жить в городе, в котором куча людей с самими разными запросами, интересами, и их все надо удовлетворить, ты привыкаешь, что условно ты нашел какой-нибудь рецепт в интернете, и ты сможешь там, ну вот с помощью двух магазинов максимум, найти все необходимые продукты. То же самое относится к какой-нибудь технике, которую ты нагуглил, то же самое относится к каким-нибудь штукам из прошлого, штук для арт-объектов, штук для чего угодно, понимаете? У каждого есть сферы жизни, в которых нужны какие-то специфические товары, и в Москве выбор уникально охуенно огроменный, как раз-таки просто из-за количества людей, которые там есть. Ну и плюс, опять же, нет действительно проблемы подождать доставку откуда-то. Но в Москве ее не надо ждать, потому что, скорее всего, это на складе в мытищах есть, и тебе это отвезут на московском автобусе, потом на московском метро довольно быстро. Если вы живете в Москве и не пользуетесь Авито, советую вам это исправить. Конечно, вы поздно спохватились на моем ролике, потому что теперь, понятно, дофига товаров не ввозится, и, соответственно, очень сильно ограничится ассортимент. И хочу заметить, это относится не только к Авито, а вообще ко всем возможным бэушкам. То есть, всякие магазины ВКонтакте, всякие Юла и другие, короче, такие же сервисы. Просто Авито самый известный. Авито, я могу быть вашим амбассадором. Заплатите мне. Реально. Но у меня в свое время ролик был про то, что я не покупаю новые одежды, и я действительно в Москве почти не покупал новые одежды и, ну, в каком-то обычном смысле новой. Но, по крайней мере, чего я точно не делал, так это не покупал ничего в торговых центрах. Потому что с помощью тех же бэушек там же есть не только бэушка в прямом смысле, когда буквально кто-то там кофту поносил и после этого ее продает. Есть всякий ресейл. Есть чуваки, которые покупают, ну, вернее, уже покупали товары с Эбэя или с других, короче, платформ в других странах. Там какие-нибудь два раза поношенные или витринные кроссовки и перепродавали. И именно в таких местах вы можете найти гораздо более уникальные айтемы в принципе и не оказаться в ситуации, когда вы одеты в точности, как какой-то другой человек в метро. А очень часто так бывает с H&M, например. Ну и вообще H&M... Эх, ладно, сейчас не об этом. Особенно совет попробовать поискать на барахолках относятся к чувакам, которые мутят всякую творческую движуху. Потому что, например, для Мостика в какой-то момент для инсталляции со стикерами, то есть это должны были быть просто обклеенные или разрисованные объекты, использовали старые радиоприемники. И это выглядело охеренно. Если вам нужно заняться какой-то оформительской работой, на Авито есть куча всяких штук, которые можно просто взять, иногда даже бесплатно, иногда за символическую сумму, типа 100 рублей. И после этого расхерачить как вашей душе угодно и создать действительно уникальную штуку. Вот представьте, вы там, да даже вам домой, вы можете купить себе просто очень старый, даже не рабочий, магнитофон домой. И он будет охуенно красивый, потому что это, блядь, старый магнитофон. И еще раз, это не реклама Авито, потому что половина успеха, как оказалось, и в чем, собственно, было мое личное откровение, что дело не столько в успешной политике Авито, как компании, а в том, что именно то ли они смогли, то ли как-то в России лучше это развито, но сама по себе привычка людей выкладывать свои товары на БУ-рынки оказалась охеренно важна. То есть местный вот май-маркет грузинский, он довольно небольшой в серьезной степени из-за того, что сами грузины просто не очень хотят туда постить. И это просто видно по ленте, что нет повальной штуки, как в Москве, что просто куча людей там половину своей мебели выставил на Авито, потому что мечтают от нее избавиться. И не так много людей, которые делают этот вот бизнес там с перезаказыванием просто вещей с Алиэкспресса и выкладыванием их на местные платформы. Хотя, ребята, берите бизнес-идею. И предупреждаю, это может стать вашим хобби. В свое время я обнаружил, что на Авито было куча полароидов, настоящих в смысле полароидов, старых, по тысяче рублей. И, наверное, трем друзьям подряд я подарил на дни рождения эти самые полароиды, потому что, ну, это охеренная вещь, настоящий полароид из 90-х годов. Просто в какой-то момент люди решили, что они никогда им больше не пригодятся, а после этого полароиды снова стали модными и таких на Авито уже не найти. И представьте, сколько дешевой, странной хуйни ждет вас там прямо сейчас. Добро пожаловать в путешествие. И вот чего я сам не ожидал, что мне будет не хватать, так это столичной выебистости. Да, как бы, Тбилиси тоже столица, но дело в том, что из-за истории Москвы, из-за размеров Москвы очень много районов там выглядят именно не то, что пафосно. Я не получаю никакого удовольствия от того, что иду по Москва-Сити, но когда я иду по Китай-городу, я это удовольствие получаю. То есть именно старые здания, какие-то здания имперской эпохи. Я думаю, это лучше всего объяснить через представление о себе как о персонаже сериала. Вы ведь, когда условно там вот у вас хорошее настроение, вы куда-нибудь идете, и вы ведь как бы представляете себя от третьего лица, когда проходите мимо каких-нибудь стеклянных поверхностей, смотрите на свое отражение вот в этом мире. И конкретно Москва за счет того, что там есть куча локаций, в которых сочетаются самые какие-то пафосные, крутые здания самых разных эпох, то, что ты находишься именно в этом, это и тебе дает какое-то вот ощущение. То есть в этом плане место красит человека, точнее, воодушевляет в некоторой мере. И не сказать, что здесь нет старинных зданий. Здесь, наоборот, гораздо больше сохранено, может, не в лучшем состоянии, но количественно, мне кажется, особенно относительно размера города, гораздо больше сохранено в первозданном виде, чем в Москве. Но здесь нет ничего похожего на Чистопрудный бульвар или Китай-город или какие-нибудь другие московские места, которые вот именно целиком состоят из крутой, дорогой и, ну, не хочется говорить элитной в каком-то пошлом смысле, но именно для высшего общества, чтобы вы чувствовали себя, как будто вы вот находитесь на какой-то вершине этой жизни. И в этом плане это работает только со старыми районами, потому что, например, рядом с Москвой-сити я старался не появляться. И вот то, что здесь минимальное количество подобных стекляшек, это меня очень радует. И вот те плюсы, которые я описываю, да, те клевые места, они есть во многих европейских городах, но в плане именно масштаба, количества подобных мест, длины маршрута, который ты можешь построить по всем этим крутым районам, и при этом в каждом доме, из которых происходили какие-то исторические события или жили какие-то исторические персоны, я думаю, далеко не каждая европейская столица может таким похвастаться, но с другой стороны торгового центра европейский в европейских столицах тоже нет. И знаете, это вообще большой вопрос про вот какой-то вайп, ощущение города, да, я думаю, у разных людей оно может по-разному восприниматься, и интересно, что в этом плане его задает, но просто наличие всей движухи и вот эта вот гиперконцентрация в Москве, она как бы делает весь город таким же, городом для совершений, и когда ты там куда-то херачишь в Москве, ты херачишь совершать с тобой еще миллионы людей, это вот котел, в котором варятся и варятся новые проекты, вертятся бабки, конечно, не у меня, но у кого-то точно вертятся, и я думаю, похожие спич могли бы задвинуть фанаты какого-нибудь Нью-Йорка, я там, конечно, никогда не был, но все, что я о нем слышал из вот каких-то тревел-блогов, сериалов, фильмов и т.д., это именно с точки зрения качества жизни просто какой-то пиздец, он жутко грязный, такой же огромный, как Москва, но при этом еще с худшей транспортной системой, а транспортная система тоже очень грязная, жилье безумно дорогое, но при этом сделано из говна, еда дорогая ужасно, я, это у меня подруга есть, которая живет в Нью-Йорке, и она периодически выкладывает какие-нибудь свои цены, и здесь буквально в 10 раз дешевле иногда, чем в Нью-Йорке, но ощущение того, что вот этот вот Big Apple, да, главный вот центр мира, оно дает тебе объяснение, зачем тебе жертвовать этими условиями жизни, и вот это уже совершенно не абстрактная история, потому что в ценах на жилье это отлично выражается, И я записываю последний фрагмент на том же месте, потому что, скажу вам честно, я заебался ходить и ездить, сорян. По сути, вся история про локальный движ, она работает ровно так же, как работает история с товарами, что просто очень много людей, и за счет того, что их супер дохера, могут собраться группы по очень специфическим интересам, но я подозреваю, что многие из вас этим не пользуются, и не задумывались об этом настолько плотно. Опять же, поздновато спохватились, но, как пример, московская стикер-арт-движуха и конкретно фестиваль Мосстик, я не уверен, что вообще имеют аналоги в мире. То есть, да, есть другие русские стикер-фесты, которые повторили эту идею, но именно какое-то такое крупное и стильное мероприятие, конечно, я там не знаю про американские и европейские, но ничего подобного я нигде не видел. Если не в курсе, что это, посмотрите мои несколько видосов про это. Движуха охуенная, при этом туда может вписаться абсолютно любой человек с абсолютно любым, блядь, любыми творческими навыками. То же самое относится к выступлениям каких-нибудь локальных групп. То есть, я там был на концертах коллективов, на которые приходило всего 100 человек, и нужно понимать, что это они смогли собрать эту сотню конкретно только в Москве, потому что они супер локальные. И, соответственно, это не значит, что в другом этом городе они бы собрали 30 человек. Это значит, что не было бы просто никакого концерта в другом городе, потому что, ну, максимум там дружеский квартирник они бы сделали. Это просто неокупаемая хуйня. И это совсем андеграунд-андеграунд. Если подняться чуть выше, там тоже все охуенно, потому что какой-нибудь клубешник на 300-400 человек даже не полностью забить, но все равно сделать концерт с охуенным звуком, локальная группа тоже может вот только в городах типа Москвы. Ну, в плане, я просто сравниваю конкретно с Тбилиси сейчас, и здесь это вообще мрак, потому что здесь есть один всего клуб достаточно большой, и я там был на Нойзе, и это был пиздец. То есть туда бы я сходил на концерт с половиной заполняемостью клуба, но когда там была полная заполняемость, я не знаю, человек 300, может, больше там было, дышать нечем абсолютно. Я впервые был в ситуации, когда ты находишь место в зале, где тебе нормально видно, но ты понимаешь, что конкретно тут нечем дышать. То есть просто вентилятор не дует туда, и, соответственно, все. Там вакуум абсолютный. И при этом я был на Нойзе первый раз, и у него от жары просто отрубилось нахуй оборудование. И в итоге вторую половину сета он доигрывал акустически, в том числе песни, которые явно не собирался играть акустически. И в этом смысле я не жалуюсь на Тбилиси, потому что все эти концертные площадки это ведь вопрос бизнеса, и там я в Москве собирал мероприятия на 300 человек, понимаете, на вот эту вот рожу собрал 300 человек. Здесь я там буду делать барный квиз и думаю собрать ну человек 30-50. И то я не уверен, что именно они придут. Ну и то же самое относится к любым публичным мероприятиям. И так как вы у меня люди деятельные и творческие, нельзя не упомянуть, что это работает в обе стороны. То есть вы не можете сходить на достаточно крутое мероприятие из-за просто количества людей, которые можно собрать в этом городе. Также вы не можете его и создать, потому что если представить, что мы делаем квиз по атаке титанов, то в Москве мы можем собрать 100 человек на этот квиз. Конечно, ебанутый будет квиз, но как пример вы понимаете, вы можете сделать фестиваль атаки титанов в Москве. Здесь вы будете тоже ограничены, соответственно, ограничены в заработке, ограничены в возможностях и так далее и тому подобное. То есть это самое ограничение потенциала. Понятно, что оно стирается с интернетом отчасти, но при этом не все же в интернете сидеть, не все же в интернете делать. Поэтому, если вы прямо сейчас живете в Москве или в Питере и не вписаны ни в какую локальную движуху, знайте, вы тоже живете неправильно. Ищите ее. Так будет веселее, сто пудов еще хорошее знакомство заведете. И, друзья, товарищи, вам, судя по всему, нравится мой вот такой лайфстайловый контент, рубрика УЕ. Не могу не напомнить, что у канала все еще хуевые времена, поэтому, если не подписаны, подпишитесь. Если не стоит колокольчик, поставьте колокольчик. меня на бусте. Можете поддержать на стримах? Поддержите на стримах. Буду рад вашим податям. Меня не спонсирует ни один госдеп, у меня нет аккаунта на OnlyFancy, я не рекламирую онлайн казино, понимаете, я нищий. А также не стесняйтесь переходить в остальные соцсети по ссылкам в описании. А на этом все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А! Миша Сеян уехал, а я остался. У меня застрял гашиш в каждом из пяти пальцев в ногтях. То есть ты знаешь, братан, я не курю в затяг, это просто империя. Оксимирон, респект, он тоже, кстати, эмигрант. Сейчас в Лондоне сидит и попивает свой ебаный чай English Breakfast. Или что там еще? Вообще, они больше любят бухло, я бы хотел жить в Лондоне и получить пизды от фанатов команды Челси. Кстати, я объелся, это были булочки со скрэмблом. Такое в Питере можно купить повсеместно. Вообще, город пресный, а не соленый. То есть мы не употребляем. Кстати, если ты не остался с нами, а съебался, тебе тоже респект. Хотя и чуть-чуть поменьше, мы все понимаем, но если что, то место есть здесь. Так что возвращайся, братишка, вся сила в правде. А родина там, где тепло жопе. Мы русские друг друга не обманываем. Йо, ну давай, да с Бог, свидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok